Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня мы обсудим тему, которая, я думаю, на слуху у многих, а также многие боятся такого состояния, как инфаркт. Мне кажется, все слышали про инфаркт, инсульты, такие важные, достаточно опасные для здоровья сердечно-сосудистые катастрофы. И даже в молодом возрасте мы сейчас встречаемся с большим количеством инфарктов. То есть, на мой взгляд, инфаркт не имеет возраста, не имеет пола, и, соответственно, часто даже молодых людей приводит практически к смертельным осложнениям. И сегодня вопрос вообще, что же такое инфаркт, и как помочь, первую помощь оказать, если с вами случилась, к сожалению, такая серьёзнейшая сердечно-сосудистая катастрофа, как жить после инфаркта, какие надо соблюдать рекомендации, или всё, жизнь закончилась, и практически вообще не существует жизни после. Эти вопросы, на мой взгляд, очень важные. Сегодня мы разберём с потрясающим врачом-кардиологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Стойко. Ольга также является автором курса по снижению давления. Поэтому я вам крайне рекомендую посмотреть сегодняшнее видео и всё-таки быть готовым и вооружённым, тогда сказать, готовым уши держать на макушке для того, чтобы встретиться с этим, не дай бог, тяжёлым заболеванием. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, уважаемые зрители. Прежде всего, я сегодня, конечно, упомяну о симптомах, о первой помощи, но я хочу рассказать в этом видео о том, если вы уже столкнулись с инфарктом миокарда, побывали в стационаре, что же дальше, какая у вас жизнь дальше? То есть это видео для тех людей или родственников тех людей, которые уже перенесли инфаркт. Поэтому обязательно посмотрите его до конца, в конце, именно в конце я расскажу очень важные вещи. Я думаю, что сегодня мы затягивать не будем. Всё очень сжато по делу. Итак, что такое инфаркт миокарда? Это заболевание сердца, когда возникает закупорка в коронарной артерии. Коронарная артерия – это артерия, питающая сердце. Происходит омертвление участка сердечной мышцы. Это сопровождается появлением болевой боли за грудиной. Вот здесь. Посмотрите сейчас, кто слушает, не смотрит. Вот здесь, за грудиной. То есть это не слева, не вот здесь. Но иногда бывает, что слева, иногда бывает между лопатками, конечно. Но чаще всего это здесь. Боль, она не острая. Она чаще тупая, сжимающая, давящая, как будто плиту на грудь положили. Она может отдавать в левую руку, иногда в правую руку, но чаще в левую. Может отдавать в нижнюю челюсть, может отдавать вниз в апикастре. Может отдавать между лопатками. Иногда пациенты даже думают, что это лёгкие болят, либо это у него изжога. Это классический инфаркт миокарда. Бывают атипичные формы инфаркта миокарда, когда возникает боль в животе, человек даже не подозревает. Он думает, что у него же боль болит, а на самом деле это инфаркт. Иногда бывают боли, как я уже сказала, между лопатками. Это думает, что это болит спина, и просит жену сбегать за мазью от спины, помазать, чтобы прошло. А на самом деле это инфаркт. Также атипично протекает иногда появлением одышки. То есть вдруг резко возникла одышка при физической нагрузке либо при психоэмоциональном стрессе. Тут, кстати, можно, конечно, спутать с тромбоэмболией легочной артерии, но при тромбоэмболии легочной артерии будет ещё одышка вот такая вот. И при любой физической нагрузке эта одышка будет усугубляться. При инфаркте она не такая. То есть при инфаркте она просто вот… Ты что-то делаешь, а у тебя одышка. Ты пошёл, ты вышел на улицу, у меня однажды пациентка, у неё пошёл, стал развиваться инфаркт, она чувствует, что ей плохо, а дышка, и она пешком дошла до станции скорой помощи, чтобы ей там записали ЭКГ. Этого ни в коем случае делать нельзя, ей надо было, она пожалела медоработников, я говорю, надо было вызвать скорую, чтобы они приехали, потому что вам нельзя двигаться во время инфаркта. Также инфаркт может иногда проявляться резкой потливостью. То есть вроде бы всё нормально было, а потом раз, как будто с тебя окатили, вылили в ведро воды холодной, вот так вот резко холодный пот тебя бросило. Крупноочаговый инфаркт миокарда проявляется иногда, даже когда прям дикая боль страшная, бывает микроочаговый, макро, крупноочаговый. И вот когда крупноочаговый инфаркт миокарда, он проявляется иногда с сильнейшей болью, то есть в основном-то не сильно болит, так терпимо, но иногда прям сильнейшая боль, такая, что помогает только инъекция морфина, наркотического анальгетика и нитроглицерина. И, конечно же, эти препараты вводят скорая помощь. И сильнейшая боль возникает, и ничем не купируется, и у человека может быть даже возникнуть кардиогенный шок. В общем, о симптомах я рассказала. Что делать? Вот вы, конечно же, вызываем скорую 0,3 или 112. Вызываем скорую, пока скорая едет. То есть вы сразу говорите, что, скорее всего, инфаркт. То есть чаще всего, конечно, болеют мужчины, но женщины в менопаузе догоняют. Мы это все знаем. Я на своём канале, на YouTube-канале «Кардиолог Ольга Стойко». Подписывайтесь, кстати, да, ищите по этому названию. Мой канал очень много я рассказываю и о гипертонии, и о аритмиях, и об инфаркте, и о симптомах инфаркта. А также что делать? И, в общем, мужчины чаще. То есть бывает средний возраст, это 45 лет. Нет, вообще средний возраст по стационару 63 года. Я работаю в стационаре. У нас средний возраст по стационару с инфарктами – это 63. Но начинают болеть от 40 лет и до, как говорится, 95-98 лет. То есть у нас средняя температура по больнице, средние показатели – это 63 года. Но бывают инфаркты и в молодом возрасте. Это 25 лет, это бывает очень редко, но бывает. Даже у детей бывают инфаркты миокарда, кстати, у младенца. Зафиксирован в Тюмени такой случай. Я в Тюмени живу. Это было давно, это нам такой случай на кафедре ещё рассказывали. И здесь важно вызвать скорую помощь. Если вы знаете, что человек, ну, то есть это средний возраст, да, в основном, ну, чуть-чуть, где-то даже уже ближе, ну, у нас молодой считается до 44 лет, то есть уже даже не молодой это возраст, да, то есть это более такие зрелые люди. Если вы знаете, если это ваш родственник, да, то есть что у него есть заболевания какие-то сердечно-судистые, ну, либо нет, но он, например, это мужчина, он курильщик, а у него ещё скачет давление, да, и вдруг появилась какая-то боль, ну, явно, скорее всего, это инфаркт, лучше вызовите скорую. Приедет скорая. Пока едет скорая, что вы можете сделать? Во-первых, человеку нужно прилечь, либо присесть, ни в коем случае никаких физических нагрузок. Если он понервничал, нужно успокоиться, например, принять какие-то успокоительные капельки даже любые, какие есть дома. Если есть тонометр, пожалуйста, измерьте давление, потому что на фоне гипертонического криза, на фоне повышения давления часто возникают тоже инфаркты миокарда. И как только вы снизите своё давление, то есть вы померили человеку давление, либо себе, либо своему родственнику, тонометрам, без разницы, кстати, каким, ну, я по современным рекомендациям рекомендую электронный всё-таки, тонометр, главное, чтобы он был подключён к сети, либо исправен с батарейками хорошими. То есть померили давление, давление высокое, выше 140 на 90, то есть можно даже дать таблетку от давления какую-нибудь. То есть вы должны спросить у человека, какие таблеточки от давления вы принимаете? Может быть, уже есть у него рядышком, да? То есть можно, если это на улице произошло, у человека может с собой носить нитроглицерин. То есть если вы видите, что человек присел как-то, прилёг, схватился за грудь, да, не проходите мимо, подойдите к человеку, спросите, вам плохо, да, либо что такое, есть ли у вас какие-то таблетки с собой. И если есть в кармане нитроспрей, то, значит, соответственно, у человека есть уже сердечно-судистые заболевания. Если он носит с собой нитроспрей или таблетку нитроглицерина, значит, соответственно, он может принять этот препарат. Если же таких дома не водится, и на улице у него ничего нет, понятно, что вы ничем не окажете помощь. Ну, тут спросить, как бы, что помочь, чем помочь. Может быть, расстегнуть вот здесь вот, если плотно рубашка застёгнута, да, освободить дыхательные пути. То есть побыть рядом, вызвать скорую, может быть, водички дать попить, успокоить человека, открыть окна, если вы дома, да, то есть дать свежий воздух. Если вот везде прописано, да, что можно дать таблетку аспирина, но опять же, а вдруг это не инфаркт? Всё-таки лучше дождаться скорой. Приедет скорая, запишет кардиограмму. По ЭКГ уже будет понятно. Всё-таки инфаркт либо не инфаркт. Бывают иногда такие случаи, когда по электрокардиограмме не видно, что это инфаркт. И скорая записывает плёночку. Плёночка стабильная, сравнивает с архивом. Если у вас, у родственника есть архив плёнок ЭКГ, желательно их достать. Пусть это есть... Ну, то есть если ваш родственник имеет кардиозаболевание, у него есть ЭКГ-плёнки, пожалуйста, пусть они лежат на видном месте. Где-нибудь вот, ну, не где-то там непонятно где, чтобы вы долго их искали, а на видном месте. То же самое касается таблеток от давления, таблеток нитроглицерин. Скорая приезжает, она сравнивает с архивом. Вроде всё нормально. Уезжает, оставляя вас дома. При этом скорая уехала, и если, например, через полчаса записать плёнку, ну, скорая же не будет ждать, то есть она поехала на другой вызов, понятно, там другой инфаркт уже ждёт её. Но при этом часто бывает, что если подождать ещё полчаса, то уже идут изменения по плёнке. И, к сожалению, как бы бывает часто, что оставляют дома. Пожалуйста, напишите в комментариях сейчас, кто с этим сталкивался, что скорая приезжала и оставляла дома. И дело не в погрешности скорой помощи, а дело в том, что не всегда инфаркт видно по плёнке. Ну, вот так течёт заболевание. Не всегда 100%, можно сказать. Поэтому я здесь ни в коем случае не нужна винить. Если вы чувствуете, что продолжается болевой синдром, вызывайте ещё раз скорую. Либо в машину прыгай, садитесь в машину, но не самостоятельно, желательно там либо такси вызвать, либо родственника, чтобы вас отвёз в ближайший кардиологический стационар. Позвоните в скорую, спросите, какой стационар сегодня дежурит. То есть у нас по городу, например, город Миллионник, по хирургии, там во вторник дежурит ОКБ-2, по травматологии, там в среду дежурит ОКБ-2, по инфарктам дежурим. Мы всегда, ну там тоже определённые районы мы обслуживаем, и кардиоцентр дежурит, и мать и дитя дежурит. То есть у каждого свои дежурные дни имеются. Спросите у скорой, какой, куда нам ехать, мы сами хотим приехать. Вам диспетчер скорой помощи скажет, что вы можете самостоятельно обратиться, конечно, в приёмное отделение. Приезжайте. Вам в приёмном отделении записывают электрокардиограмму, конечно, собирают анамнез, жалобы спрашивают, оказывают первую помощь. То есть если по ЭКГ видно уже изменения, дают нитроспрей, тот же, если вы до этого не приняли его, если давление позволяет. Если давление низкое, хочу напомнить, 90 на 60 менее, нитроглицерин противопоказан. Дают, чаще всего в скорой помощи дадут вам, если вас скорая везёт в стационар, вам дадут нитроспрей, вам дадут нитроглицерин, вам дадут, ну, либо то, либо то, вам дадут аспирин. Такую достаточно мощную дозу, гепарин могут поставить, могут дать клапидогрейль, могут не дать. Сейчас тоже у нас рекомендации меняются, вот на данные, где-то 24-й год, медицина, она всё время развивается, новые рекомендации, в кардиологии тоже одни обновляются. То, что было два года назад, верно, сейчас уже по-другому тактика немножко, то есть сейчас уже говорят о том, что всё лечение в основном, значит, главное обезболить, основная нагрузка идёт антитроматической терапии в приёмном отделении. То есть вы поступили в приёмное отделение, вам ещё раз запишут плёночку, возьмут анализы крови на тропонины Ай и КФК. Ну и, конечно, дополнительный общий анализ, биохимия и так далее. И если тропонин Ай и КФКМБ повышены, а это маркёр некроза миокарда, то есть это показатели того, что есть повреждения, при повреждении сердечной мышцы идёт выброс в кровь вот этих ферментов. И, соответственно, вас экстренно поднимут, если это вообще сразу инфаркт, видно, что, да, 100%, вас экстренно доставляют. Во-первых, проводят на скорой помощи тромболизис, могут провести. Если тромболизис не проводят, то экстренно в первые 2 часа доставляют в чековый центр, то есть это в кардиологический центр, где имеется ангиоаппаратура, ангиохирург, который может посмотреть ваши коронарные артерии и установить туда стенд, то есть провести операцию и освободить коронарную артерию, сосудик забитый от этой бляшки, устанавливают стенд. Вот и всё. То есть обычно, когда обзволивают пациента, бывает такое, что нитроглицерин помогает устранить болезненные ощущения, а бывает, что морфин приходится ставить, а бывает так, что нитроглицерин сделали, морфин поставили, а боль всё равно присутствует. И вот как только устанавливают стенд и сразу на операционном столе боль проходит. Представляете, вот тоже прям, ну сразу по сути видишь результат. Ну не мы кардиологи видят, а видят ангиохирург. Дальше. Вас переводят в реанимацию, в зависимости, конечно, от того, осложнённый, инфаркт неосложнённый, он может осложниться, может нет. То есть в зависимости от того, сколько вам лет, какие есть сопутствующие заболевания, есть ли диабет, ну и так далее. Будет зависеть течение инфаркта миокарда, какие факторы риска у вас, есть ли ожирение, курили ли вы, да. Ангиоустановка, то есть фотография сердца покажет, какая артерия инфарктная, то есть где произошла закупорка сосуда. Это одна артерия, либо это двухсосудистое поражение, либо это многососудистое поражение, и вам необходимо делать аортокоронарное шунтирование. То есть если стентирование – это просто установочка стенда через лучевой доступ на руке, через артерию, то аортокоронарное шунтирование – это очень серьёзная операция, к ней человека подготавливают, её делают не сразу, с искусственным кровообращением, с разрезом грудной клетки. Вот так разрезают и делают, берут венку в ногах и подшивают её. В общем, специальная методика, это в другой уже, наверное, лекции расскажем. Вот, когда вам установили стенд, представим эту ситуацию, да, и инфаркт не осложнился ничем, то есть всё нормально, благополучно, боль купировалась, вас переведут в реанимацию, либо вашего родственника переведут. Вы там побудете под наблюдением у реаниматологов, чтобы, ну, мало ли что, чтобы вам могли оказать скорую помощь в экстремном порядке быстро. Некоторое время от одного суток до бесконечности человек может быть в реанимации. У нас есть люди, которые по году лежат в реанимации. Но минимум одни сутки. Если всё хорошо, человека дальше переводят в палату кардиологического отделения и подбирают терапию, то есть несколько дней он ещё лежит. Кроме подбора терапии идёт в том числе работа с психологом, то есть все стационарные отделения должны быть оснащены либо психотерапевтам, да, либо психолог. То есть идёт работа немедикаментозная. То есть человеку дают специальное питание кардиологическое, это стол номер 10. Но понятно, что стол номер 10 вы дома не будете. Такого есть. На амбулаторном приёме мы прописываем кардиологическое питание. Это чаще всего средиземноморское питание с ограничением соли. Дальше идёт работа в стационаре. Вот у нас сейчас тоже в кардиологическом отделении приняли на ставку психотерапевта. Психотерапевт работает с пациентом. И это уже, кстати, с советских времён это было. Просто иногда урезается финансирование, иногда нет психолога медицинского. А потом финансирование как бы вкинули в медицину и появляются эти ставки. Ну, как должно быть. Соответственно, вот сейчас тут же я смотрю, у нас появился психолог, то есть он ходит, занимается с больными. Я к тому, что стрессовые ситуации сильно влияют на развитие средиземных судистых заболеваний. И далее, то есть всё хорошо, пациента выписывают и дают вам выписку на руки. Иногда ввиду того, что врач очень занят, он приходит, вот так вот раз, ну, кто-то объясняет, да, а кто-то из врачей, кто уже давно работает, кто уже подустал, да, выгорел. Вот просто приходят, дают выписку на руки и всё, и уходят, то есть ничего не объяснив. Поэтому мы снимаем это видео, чтобы вы знали, что же делать дальше. Вам очень важно прочитать в этой выписке не только ваш диагноз, но и в конце будет жирным шрифтом выделено рекомендации. Пожалуйста, внимательно изучите эти рекомендации. Прямо вот всё дословно. Какой препарат принимать, в какое время, когда контролировать анализ крови, потому что это очень важно. Сразу скажу, что после выписки из стационара вам полагается в течение двух лет бесплатное лекарственное обеспечение. То есть вы идёте в поликлинику по месту жительства, и вам выдают по льготе лекарства, защищающие вас от повторного инфаркта и продлевающие вам жизнь. Но иногда человек не всегда может быстро получить эти лекарства. Поэтому я рекомендую, всё-таки это ваша жизнь, несмотря на то, что вы имеете право на льготные лекарства, всё-таки на хотя бы на один месяц купите вы эти лекарства. Но вот один раз потратьтесь, дальше вы будете два года принимать уже бесплатные. Это касается что инсульта, что инфаркта. Инсульта имеется в виду вот сейчас, да, произошёл. То есть не когда-то там в 2008 году, а вот сейчас. Потому что этот приказ появился, по-моему, в 2020 году. Сначала мы первый год обеспечивали препаратами, а сейчас уже два года обеспечиваем лекарствами. То есть, пожалуйста, купите. И некоторые стационары даже выдают на два дня клопидогрель и аспирин, и статины, ну, чтобы просто вот не случилось ретромбоза стента. Потому что если вы пропустите хотя бы один день клопидогрель с аспирином, стент, который там установили, он затрамбируется обратно. Потому что это инородное тело, и организм будет думать, что это плохо, надо бы от него избавиться, происходит ретромбоз. И часто, ну не часто, но периодически к нам поступают с ретромбозом стента, потому что человек выписался, не успел дойти до поликлиники, выписать льготные лекарства, самостоятельно не было возможности приобрести. Господи, ну хотя бы обычный кардиоаспирин, да, статин, вот самый дешёвый и самый дешёвый препарат от давления. А сейчас, кстати, выписывают всё по МНН, международная нормализованная теория, нет, международное название препаратов. Пожалуйста, купите. Это ваша жизнь. Прежде всего, это ваша жизнь. И не факт, что если случится ретромбоз стента, не факт, что вы выживете. А поверьте мне, сегодня вот уже был у меня мужчина, 77 лет, и вот вы думаете, да, вот как бы некоторые думают, вот да всё уже, досталось жить, не хочется, устал от жизни. Да, поверьте мне, когда случается беда, у этого мужчины случилась беда, он после инфаркта, и вот он приходит ко мне на приём, он говорит, я вот жену свою похоронил, я живу один, но вот мне 77 лет, и я понимаю, что вот, ну, хоть ещё чуточку пожить, доктор, правильно ли я лечусь, скажите? Вот ещё хоть хочется, да, мне одиноко, да, мне плохо, я плохо себя чувствую, он стал себя хуже чувствовать, мы немножко ему поменяли терапию, надеюсь, станет лучше, но несмотря даже, он сам говорит, несмотря на то, что я себя плохо чувствую, я всё равно хочу жить, я пытаюсь, ну, вот за любую надежду цепляются люди, когда столкнулись с бедой. Вот, поэтому первое, что нужно сделать, сходить в поликлинику или же сходить в аптеку, приобрести лекарства. Второе, вам нужно запомнить, что вам необходимо в первый год после инфаркта наблюдаться в течение одного, трёх, шести, двенадцати месяцев после госпитализации. То есть, вас выписали, через месяц вы должны появиться у картиолога. Дальше через три месяца от выписки, через шесть месяцев от выписки и через год после выписки. Для чего это важно? Потому что первый год после инфаркта очень важен, и очень-очень большой риск умереть в первый год после инфаркта. Поэтому наблюдаем очень регулярно. Когда вы приходите к доктору после инфаркта, ну, вот получается, раз в квартал, вы приходите не просто так, вы приносите дневник артериального давления, и вы сдаёте каждой явочке. Необходимо сдавать определённый спектр анализов крови, также кардиограмму проходить. Возможно, раз в полгода УЗИ сердца. И раз в полгода минимум надо, хотя бы за этот год, минимум надо сделать, необходимо сделать суточное мониторирование ЭКГ. Для чего? Дело в том, что когда произошёл инфаркт, в этом месте уже часть сердца отмирает, возникает рубец, и в зоне рубца могут появляться аритмии. И вот суточное мониторирование кардиограммы показывает, есть аритмия это, либо нет. Эта аритмия может угрожать вашей жизни. Как я часто привожу пример на своём канале, тоже мужчина, 39 лет был инфаркт, он уехал, он не делал монитор, ну, остальное всё обследовался, но как бы вот монитор, ну, не делал, что-то вечно некогда было и так далее. Работающий ведь уехал в том году в отпуск на море, на наше побережье, и у него сорвался отпуск, потому что там случилась жизнеугрожающая у него аритмия, он оставил семью, вернулся сюда, к нам, потому что в городе, в том, на юге, к сожалению, помощь не очень. Ему там, конечно, ну, помощь оказали, ничего экстренного там не нашли, там, ну, как сказать, не госпитализировали, в общем. Ситуация была серьёзная, но не такая, чтобы госпитализировать. И он приехал обратно к нам, и вот здесь уже я его госпитализировала в отделении аритмологии, где ему была подобрана анти, уже антиритмическая терапия, для чего? Чтобы не умереть просто-напросто, потому что в зоне рубца могут образовываться вот эти завихрения, жизнеугрожающие аритмии, и так далее. Как я всегда говорю на своём канале, что до инфаркта лучше не доводить. Да, с инфарктом можно жить. Не нужно его, ну, случилось и случилось, да, как бы, ну, что теперь, умереть, что ли, да? Вот, ну, всякое бывает, да, очень сильно влияет наследственность. Если у ваших родителей был инфаркт, вам нужно вести очень здоровый образ жизни, чтобы его не было у вас. Но если вдруг это случилось, паниковать не стоит, но важно осознанно относиться к своему здоровью и наблюдаться регулярно у врача-кардиолога. Если у врача-кардиолога по месту жительства нет, либо он находится за 300 километров от вас, часто ко мне приезжают пациенты из районов, тоже за 300 километров и так далее. То есть сейчас очень много есть возможностей наблюдаться у врача онлайн. Вот, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, я буду рада вам помочь. И хочу сказать, что, конечно, инфаркт, если случился, это не конец жизни. Важно соблюдать рекомендации кардиолога. Если возникают на фоне лечения какие-то нежелательные эффекты, так как препаратов очень много, имеется лекарственное взаимодействие, конечно, могут быть нежелательные эффекты. Не всем подходят бесплатные лекарства, потому что бесплатно выдаются в основном это самые дешёвые препараты. Поэтому, если вы за качественное лечение, имейте в виду, я уверена, что нас смотрят те люди, которые как бы с удовольствием и будут покупать хорошие, качественные препараты, понимая, что бесплатно может выдаваться, но не очень качественно, но как бы появится у вас побочка, не появится, пока не попробуешь, не узнаешь. Если есть возможность релечиться оригинальными лекарствами, лучше, конечно, принимать оригинальные препараты. Но единственное, что они не будут вам выдаваться. Выдаются в основном дженерики, то есть это копии. О оригинальных препаратах вы можете спросить у кардиолога, так сказать, доктор, я бы хотел принимать оригинальное или там качественное лечение. Я согласен сам покупать и доктор вам назначит, порекомендует именно торговые названия лекарств, которые действительно вызывают, ну практически не вызывают нежелательных эффектов и достаточно эффективны. То есть в них меньше примесей различных дополнительных веществ и намного больше основного вещества. Это говорит о качестве лечения. Что касаемо, спрашивают иногда, да, там по поводу бани, подъема тяжести и так далее. Очень все индивидуально, потому что у каждого своя была детренированность. То есть если вы никогда не бегали до инфаркта, то есть соответственно после инфаркта не нужно сразу начинать заниматься спортом, активно бегать и так далее. А если вы страдаете ожирением, то же самое. То есть нагрузки расширяем мы постепенно. То есть сначала в первый месяц мы поднимаем только до пяти килограмм желательно. Мы избегаем стрессов, различных психоэмоциональных стрессов. Если вы на больничном, то есть доктор смотрит по вашему самочувствию, когда вам закрыть больничный, когда вам выйти в труд, нужна ли вам инвалидность. некоторые спрашивают, вот мне инвалидность не оформляют. Ну извините, мои дорогие, вам раскрыли, артерию почистили, да, всё. Ну рубец есть и есть, но работать-то вы можете, руки-ноги есть, ментальные функции, не пострадали, это не инсульт, поэтому тут как бы сейчас, чтобы получить инвалидность, нужно семь кругов спада пройти и доказать, что ты реально как бы недееспособен. Поэтому если нужно, да, там вас поддержат на больничном, если у вас будет долго плохое самочувствие, если нет, то вас это пишут в труд. Если вы работник общественного транспорта, то, скорее всего, вам придётся менять работу. У меня были такие мужчины, приходят, говорят, доктор, напишите мне вот справку, что я годен. Я говорю, дорогой мой, я не пишу, это пишет профпатолог. К сожалению, если профпатолог говорит вам, что всё, вы не годитесь водить автобус, потому что это социальный, то есть не дай бог за рулём вас учится инфаркт, пострадает множество людей, если вы будете в это время везти автобус. Поэтому, ну, да, то есть варианты потери работы, риски потери работы после инфаркта, они присутствуют. Конечно, ещё в чём бывают неудобства? Какие неудобства? Во-первых, потери работы, смена работы. Ну, унывать не стоит, я думаю, можно всегда найти любой другой заработок в современном мире. Второе неудобство – это постоянный приём таблеток. Помните, что таблетки теперь будут пожизненные, особенно кардиоаспирин и статины, и контролировать давление. То есть, если давление нормальное, можно не принимать таблетки от давления, ну, в плане, что если у вас не было гипертонии, но 93% пациентов с инфарктом имеют гипертонию, поэтому нужно подбирать терапию по давлению. Имейте в виду, что терапия подбирается не всегда с первого раза, и это нормально, это не ОРВИ, это не пневмония, где прописал антибиотик на 10 дней, пропил его, и всё, лечение закончилось. Нет, это гипертония, это хроническое заболевание, характеризующееся повышенным артериальным давлением, соответственно, лечение должно быть хроническое, и подбор терапии идёт индивидуально, и то, что подходит вашему соседу, не факт, что подойдёт вам, у вас могут вылезти какие-то нежелательные эффекты, если они появляются, необходимо менять лечение, это нормально. Подбирается лечение с минимальных доз лекарства, увеличивая постепенно, подбирается обычно в первые минимум месяц, ну, за месяц редко, то есть надо где-то месяца три, чтобы подобрать адекватное лечение по давлению, и дальше наблюдаться, опять же, у кардиолога, и через год, сразу скажу, заболевание у вас хроническое, кто нас смотрит, через год может всё поменяться, потому что вы можете, во-первых, ваш организм старится, компенсатурная реакция у организма заканчивается, и, соответственно, через год таблетки по давлению могут поменяться. Либо через три года у кого-то меняются дозы, меняются таблетки, либо таблетки, либо дозы, либо что-то уменьшается, что-то добавляется, поэтому здесь может вот так меняться что-то. Что касаемо аспирина, Здесь, если есть непереносимость по аспирину, человеку рекомендуется принимать Клопидогрей. Некоторым людям с многосудистым поражением, с очень высоким риском развития повторного инфаркта либо инсульта дополнительной к аспирину могут назначить небольшую дозу ривороксабана 2,5 мг. Только я очень вас прошу, вы меня сейчас слушаете, только не бегите в аптеку, сами не покупайте, потому что препараты все очень серьезные, это не витамины. То есть это витамины, добавки можно принимать самостоятельно. А вот кардиопрепараты очень серьезные, поэтому без консультации врача ничего себе не назначаем. Нужна консультация, пожалуйста, пишите мне, я всегда вам помогу. И, соответственно, вот в этом неудобство, что много таблеток может быть, но помните, это хроническое заболевание, соответственно, лечение хроническое, поэтому до инфаркта лучше не доводить. Наблюдайте все кардиологом, можно сказать, пожизненно. В первый год раз в квартал, а дальше минимум раз в год, а лучше два раза в год после инфаркта наблюдаться у кардиолога. Иногда могут вас перевести на наблюдение к терапевту, если не от кардиолога по месту жительства. Что еще? Иногда спрашивают, да, про баню. Баню можно, но где-то желательно через месяц. Легкое парение должно быть. Дальше. По физическим нагрузкам все очень индивидуально, как я уже сказала. По самочувствию. То есть если вы чувствуете, что ваш пульс разгоняется, пульс должен быть в районе 60 в покое, 65, но при физнагрузках максимум вам можно до 100 повышать, особенно в первый месяц, ну, желательно избегать. А дальше со второго-третьего месяца, ну, до 100-120 ударов в минуту. Это максимум, который вы можете себе позволить. Опять же, все очень индивидуально и зависит от того, была аритмия при инфаркте, не была, сформировалась. Синавризма не сформировалась, левая желудочка. Есть ХСН, нет ХСН. То есть тут лечение персонифицированное, подход индивидуальный. Не будем всех под одну гребёнку. Я пока говорю сейчас в этом видео о общем, об общих каких-то рекомендациях. Что касаемо половой жизни. В первый месяц желательно, чтобы партнёрша была сверху, потому что вам нельзя никакие физические нагрузки. Можно ли принимать Виагру? Нет, пока нежелательно. Особенно, тем более, вы принимаете препараты от давления, которые и так снижают давление. А Виагра ещё сильнее может снизить давление. Может быть коллапс вообще. То есть низкое давление тоже плохо для сердца. Идёт обкрадывание кровообращения. Что касаемо витаминов. Я рекомендую мужчинам, если не принимаете профилактическую дозу, витамины, биологически активные добавки, принимать обязательно... Не обязательно, конечно, лучше обследоваться и посмотреть, есть ли дефицит витамина D. Если он есть, то доктор пропишет лечебную дозу витамина D. Если дефицита нет, то необходимо принимать профилактическую дозу витамина D. Особенно, если вы проживаете в районах Крайнего Севера, в Сибири. Вот я живу в Сибири, да? Поэтому я, своему мужу, даю профилактическую дозу витамина D. Что касаемо, понятно, что у инфарктных... Что касаемо, опять же, постели интима. У мужчин с 35 лет и так снижается функция половая, потому что идёт биологическое снижение уровня тестостерона. А инфаркты обычно после 45 бывают. Там ещё сильнее идёт снижение функции половой, потому что есть ещё атеросклероз. Бляшки имеются не только в сосудах сердца, но и в сосудах полового члена. И здесь с Виагрой нужно быть очень аккуратным. Что касаемо добавок, то могу порекомендовать безопасную очень добавку, которая производится в России. Имеют все сертификаты качества соответствия. Можете проверить любую таблеточку, вернее, капсулку. Это биологически активная добавка для увеличения ректильной функции мужской. Мужская мощь доктора Ольги Придухиной. То есть здесь, можно сказать, за качество отвечаю. Принимают у меня знакомые мужчины эту добавку, и в том числе с сердечно-судистыми заболеваниями. Поэтому всё хорошо. Конечно, если у вас махровый атеросклероз, то не всегда это может в первый день быть результатом. То есть необходимо пропить какое-то время. Когда вы принимаете какие-то витамины, добавки, пожалуйста, следите за давлением своим. Смотрите, как вы реагируете на давление. Добавка мужская мощь не должна повышать давление, потому что вещества, которые входят в состав, они наоборот даже снижают, расширяя вены. Расширяются вены, соответственно, давление даже снижается. И, возможно, даже придётся где-то какие-то препараты от давления уменьшить дозировочки. Но всё равно всё очень индивидуально, как я уже сказала. Поэтому следите за своим самочувствием, за своим давлением. Слушайте себя, слушайте своё сердце, слушайте своих родных. Тогда вы проживёте долгую и качественную жизнь. Будьте здоровы! Ольга, спасибо большое. Очень действенные рекомендации всегда вы даёте. Поэтому, дорогие зрители, крайне рекомендую прислушиваться. По поводу мужской мощи не так давно на Азоне пришло два отзыва. Один отзыв от мужчины. Вот, по-моему, 66 лет, пил статины, снизилась потенция. И после употребления трёх месяцев мужской мощи, как он пишет, на 10 лет моложе выгляжу, потенция восстановилась, вообще всё восстановилось, чувствую себя лучше. И то же самое при приёме многих препаратов, которые снижают давление. Мы в одном из эфиров уже разбирали эту тему. Поэтому, дорогие друзья, зрители, заказывайте в составе цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и йохимбина. Не содержит тяжёлых металлов, красители и ароматизаторов, подходит для длительного регулярного применения. Ссылка будет в описании под этим видео. Также следите за своим здоровьем, за своим давлением. И если у вас уже появились проблемы, а как мы тоже говорили, нарушение потенции – это первый звоночек, что в ближайшем будущем жди инфаркта. Поэтому срочно на консультации Ольга обязательно вам поможет и окажет помощь медицинскую, специализированную консультацию и предотвратит как раз-таки такую серьёзную сердечно-судистую катастрофу, как инфаркт. Спасибо, Ольга, большое. И до новых встреч.